Каждый день участковый педиатр больницы имени Ивановой Мария Кочнева объезжает до 8 детей. И это в будни, не считая приема в поликлинике. По выходным нагрузка увеличивается втрое. Стандартная жалоба пациента, нуждающегося в докторе на дому, высокая температура, слабость. Буквально вчера из-за загруженности медицинских работников приходилось ждать помощи до 3 часов. Но теперь время однозначно сократится, уверена Мария. Участки многие удаленные, и добраться до них быстро невозможно. То есть нужно ездить либо с пересадками, либо долго идти пешком. Я думаю, в 3-4 раза будет быстрее. Будет намного комфортнее работать, если объезжать вызовы на машине, так как и усталости будет меньше, и эффективность работы повысится, так как пациенты быстрее получат медицинскую помощь. Неврология, пульмонология, онкология и хирургия. В больнице имени Ивановой ежегодно проходит стационарное лечение до 60 тысяч детей. Почти год назад клиники дополнительно присоединили все детские амбулаторные отделения Октябрьского района. Это еще плюс 23 тысячи детей до 18 лет. Сегодня свой личный автомобиль «Лада Веста Спорт» на службу медикам передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это большая помощь, потому что участковому врачу не нужно будет пользоваться общественным транспортом где-то, там, или идти пешком по участку. А это будет гораздо быстрее обслуживаться вызовы, и можно больше вызовов обслуживаться сзади. Помогли медикам и муниципалитеты. Ежедневно от администрации Октябрьского района разгрузить накал работы врачей выделяют два служебных автомобиля в будни и выходные. Не только для детской, но и для четвертой городской больницы. Какие бы проблемы ни случались на территории, они, безусловно, имеют отношение к нам. И когда у медицинских учреждений возникают сложности, мы действительно должны им оказывать эту помощь, поскольку они обслуживают наших же жителей, которые на нашей территории живут. Поэтому там, где можно предоставить им технику, мы это всегда делаем. Как отметил глава региона в пятничном обращении к жителям, лечебным учреждениям будет передано не менее 130 машин для оказания медпомощи тем, кому это необходимо. Сейчас обращения граждан отрабатываются, идет настройка маршрутов. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.